Может ли каждая из четырех треугольных стран иметь общий отрезок границы с каждой другой страной? Есть четыре государства, и они, да, треугольных, они хотят так расположиться, чтобы было удобно каждому с каждым повоевать. Понимаете, да? Мечта жизни. Смотрите, вот если у вас два треугольника расположены вот так, ну тогда совершенно неинтересно, потому что захочешь повоевать, придется спросить разрешения у этой страны, у этой, и вообще через одну точку как-то неудобно. Ну вот, а правителям нужно уж суметь так, всерьез, для этого им нужен отрезок границы. Разумно? Да. Да. На этом отрезке можно будет сказать, что меня обидели, там, ответить, а не ответить, ну и начнется такая замечательная войска. Вот. Ну, впрочем, необязательно для военных целей использовать. Может быть, да. Совсем необязательно для военных. Нужно так разрезать треугольник, чтобы он состоял из четырех треугольников. Это я сразу подсказываю, что вот этот треугольник, чтобы он состоял из четырех треугольников, и любые два из этих треугольников должны иметь общий отрезок границы. Общий отрезок границы бывает вот так. Бывает общий отрезок границы вот так, пожалуйста. Вот очень важно, если у вас один треугольник расположен так, а другой треугольник расположен, например, вот так, то есть казалось бы на продолжение. Но это не общий отрезок границы. Это общая прямая, на которой лежат границы. Эта ситуация не годится. В таком случае мы будем даже говорить, что у них нет вообще ни одной общей точки. Подсказка. Спички нарисованы не зря. Эта задача имеет самое непосредственное отношение к этой его конструкции. Кстати, ребята, вообще в математике обычно решить тысячу задач гораздо легче, чем из этой же тысячи взять, не знаю, там несколько десятков, случайно надергать. Потому что, когда вы идёте, что мы говорим, подряд, то вы видите разные взаимосвязи между задачами, и одна помогает вам решение другой. А когда вы пытаетесь вот так вот кусочками, то обычно это гораздо сложнее. Спасибо, спасибо. Уже всё. Всё, что можно, вы уже сделали. Дальше уже либо правильно, либо нет. Смотрите, что он догадался сделать. Взять, провести вот так, вот так, вот так. Ну, что-то вроде ножей-мясорубки. Смотрите, как здорово. Центральный треугольник. Разумеется, наверное, чтобы было более красиво, нужно начинать не так, как я нарисовал треугольник, а потом. А нужно начать с внутреннего треугольника. Смотрите. Вот у нас треугольник. И вот так. Ну, и дальше приединить. Уже... Да, отрезки. Вот первый треугольник и второй имеют общий отрезок. Первый и третий такой общий отрезок имеют. Третий и второй такой. Четвёртый треугольник со вторым имеют такой отрезок. С первым такой. С третьим такой. Отлично. Задачу решили.